Народ, всем привет! Как у вас дела? Вы, наверное, офигели. Да, мне немножко тоже. Знаете, в Дубае уже немножко холодно. Мы так сегодня удивились, да? Да. Уже ветер холодно. Недавно видео у нас тут подтек, а сейчас уже прохладно. Решили мы выйти из отеля и погулять по этому новому Эль-Джедаф району. Сейчас внимание вам покажем. Район вообще очень интересный. Намного, намного интереснее каких-то там даунтаунов, которые уже застроились. Просто смотрите, какие строятся отели, да, Наташа? Это отели и апартаменты, то есть жилые дома. А здесь вообще ничего нет. Вот это прямо, если приблизишь, вот это все начинается, жилой комплекс. Комплекс шикарный, нам очень понравился. Внизу канал прямо как Венеция. Рекомендуем покупать, там же все раскоплено. Там, наверное, от двух миллионов дирхам. И здесь сеть каналов. Это все Крик, то есть Крик, залив, да? Это все этот естественный канал. И вот здесь они построили этот... Это просто, я не знаю, мне очень нравится. Мне кажется, что это, ну, по моему мнению, это здесь спокойнее и, мне кажется, лучше, чем эта Марина. Уже у всех она на устах. Это Марина, Марина, куча народу, куча всех. Да, туристы, дорого. Ну, куча мала, если честно. А здесь какой-то релакс. Конечно, да, здесь еще все, ну, не все, но очень многое не достроено. Песок, видно, что идут строительства. Но тут все сделано очень много, именно в арабском стиле. Это подсветка. Такое впечатление, что в сказке находишься. Сейчас чуть-чуть пройдемся, покажем вам. Ну, мы, конечно, выходили, шли, запутались. И Google, конечно, не показывает, потому что там стройка, сям стройка, да? Ну, в принципе, осторожимы нормальны. Нормально. Просто тут, получается, так, идешь-идешь, дорожка идет облагоустроенная, брусчаточка, хоп, она закончилась, песок с камнем. Ну, ладно, прошли, да, окей, прошлись. Так что вот в этом плане такой. Самое прикольное, конечно, что мы посмотрели, холодно, холодно. Мы вышли покушать индийскую вкусную еду. В шортах? Да, в шортах, в майках. И в 5 часов мы пошли за кенгрушкой. Ну, все, свайпаю вам камеру. Видим дорогу, идем, посмотрим такое интересное. Главное, не убиться, конечно. Я вас буду везти. Да. Ты уже масочку оден? На всякий случай одела. Я тоже. Так, вот тут, видите, вот снова, да? Ну, это все будет зеленая трава скоро. Да, все это будет классно сделано, но пипи же. Не обращайте внимания. Сейчас, вон, смотри, вот с одного бока налево. О, боже, парень еще чистит эти, посмотри. Сейчас подойдем, спросим, как у него дела, какая у него зарплата, да? Как ты да? Слева, вправо. Посмотрите, наше видео про зарплаты в Дубае. Кстати, когда мы пристали к молодому человеку, который убирал наш номер. Да, сейчас вот мы уже подходим аккуратненько. Показывай, красота. Вот такие здесь. Не вот эти вот арабские, скажем так, пустынные, а уже более тропические. Красиво. Ну, давай вперед сейчас вот. Опять-таки гравий, да? Смотрите, я уже, Наташа, меня поддерживают, чтобы я не слетела. Кстати, мы очень долго искали, как зайти и видели пару таких вот мостов. И этот треугольник и квадрат, игру в полимары, вам не напоминает? Нас это какая-то удивила. Красиво, звезды наверху, пальмы. На противоположной стороне лестницы какие красивые. Вот приблизь, где-то будут лестницы. Лестницы. Интересно. Да, и купол отеля. Стоит и человек, который работает. Ну, идемте, покажем вам такую вот вечернюю прогулку спокойненько. Какая с нами сегодня скатились мы с гравия. Вот, смотрите, таких каналов, по-моему, мы три насчитали уже, да? Мы когда дошли, человек работает. Да, не три, он как-то просто обвивается. Спасибо тебе, человек. Он пыль убирает списком. Я дурею. И вот такая красота. Конечно, ничего этого не было. Не было, не было, не было. И построили. Сейчас я вам отдалю, чтобы вам было интересно и хорошо смотреть. Отдаляю немножко темно, кажется. Но мы когда вышли, как бы поняли, что мы в сказке. Звезды, небо. Снова работающий парень. Вот. Все такое новенькое. Помните, мы по Дерре гуляли и на лодочке плавали. О, птичка. Чаечка такая арабская. Видно. Ну, идемте вперед, пройдемся, посмотрим, что там у нас ждет впереди. И вообще так очень, конечно, у воды очень прохладно, да? Да, ветер прохладно. Мы поэтому так и вышли, оделись, и шарф еще одела. Ну, помните видео, когда мы гуляли, по-моему, по корнишу, по обу, да? И посмотрите, в прошлом году тоже было холодно. Тоже, тоже зимой было холодно. И как девочка одета. Ёлки, она что, закаленная? Да. Не, ну, молодец. А нам холодно, мы мерзляки. Как мне говорят на работе, мы не верим, что ты из Украины, ты постоянно мерзнешь. Ну, это не значит, что я соглашаюсь жить в холодильнике. Зато дольше сохранишься. Да, ну, вот такое развлечение, наверное, здесь будет покруче. Конечно, все сделается. И люди будут гулять, много будет туристов, народу, много всяких толк. Кстати, это Эль-Джедав, этот арт-центр, да, мы там хотим побывать обязательно. Эль-Джемиль, да. Эль-Джемиль-Арт-центр. Основатели. Наташа там вот очень хочет походить, да? Подожди, да. Это что, овощи, фрукты? Посмотри. Так, перевожу вам. Какое-то, или что это, салат? Леток, класс, айсберг. А это что, мята? Я же смотрю, какие-то странные... О, мохито можно делать, даже написано, смотри. Махитовый. Или это кто-то сойдет? Обалдеть. Базилик. Я же смотрю, как-то очень странно, базилик походил. Наташа, как у нас, просто очень любит... Земляника. Очень любит салаты, поэтому обращает внимание. Тубника под такой жаре. Тмин, смотри. Интересно, что за таблички такие? Тут мы это... Розмарин. Розмарин. Ну, видите, как хорошо иметь глазастую Наташу. Хабак, базилия, не знаю, что это хабак, базилия. Боже, тут целая грядка вообще. Лимонная трава, шпинат. О, маленькая трава. Обратите внимание на систему полива, да? Каждому, каждому цветочку, растению, клаптику подведен шланг. Очень круто, конечно. Рокет, это что? Редиска, не? Рокет, я, может, путаю. Не знаю, наверное, да. У-у-у, народ, посмотрите просто. Петрушечка, пожалуйста, успе, и салат. Вышел, набрал петрушку салата. Набрал салат, а потом пошел в полицию, платил штраф. Вангарден называется. Класс? О, да. Ликс. Это хорошо деток приводить и учить здесь английскому, да, такие слова. Черный перчик. А там есть вообще плоды какие-то? Да, черные. Вон они черные. Слушайте, как-то странно, люди положили сумки. Посмотрите, вы только в Дубае можете увидеть, что люди так положили сумки, и беззаветно все фотографируют там, наслаждаются, никто ничего не возьмет. Вот такой салат Наташа нашла. Классно, да? Знаешь, ты говоришь. Лайчочек поставьте. Я с одной стороны, как бы говорю, не провоцируйте людей, да, вот положили, а с другой стороны, ты это клал, что ты это будешь брать. Все-таки безопасность, да? Ну вот реально, ты клал, это что ты должен брать. Парфюмы за дорогую цену, да. Но мы держали до последнего и не купили. Вот и давай смотри, боже, какие салли. Это капуста, наверное. Слушай, ну хорошо, что у нас завтрак в отеле есть, в принципе, а так можно было бы набрать. Ну это так, необычно, господи, кто же тебе подсказал такую красоту? Ну так подумайте еще, как ее сохранить. Потому что даже днем вот очень жарко. Окра, вот окра, пальчики эти, бамья. Бамья, помните? У Сунила ферма тоже оставлю в описании. Посмотрите, наш друг Сунила, у него ферма в Эмиратах. Кукуруза? Ну конечно. Как я угадала? Это угадайте что, генератор. О, вот еще, посмотрите, это камыш, угадайте что. Ладно, пошла я дальше угадывать. Слушай, как угодно сделано. Ну а Наташа просто наслаждается тем, что люди сделали. Класс. А вот вам и прогулочка. Теперь посмотрите, как классно здесь гулять. О, это как шикарно. Сделали как корниш в Абу-Даби. Действительно, это как корниш. Оставлю видео в описании, тоже посмотрите. Интересный такой город Абу-Даби, столица Эмиратов. Часто многие думают, что Дубай. А вон и рояль на втором этаже. Кому интересно? А я вам сейчас на рояле сыграю. На рояле сыграю. Какая прелесть. Как классно сделали. Знаешь, я думала, что вот этот вот залив, который Крик, да, называется, ой, там сейчас будет шел какой-то. То это искусственный залив, они прорыли. А ничего подобного, это естественный. То есть получается вот этот вот территория, где там Аль-Губейба, Гурш-Халифа, Даунтаун. Это как остров большой, вот Аль-Жадаб. А все уже там Марина, это с другой стороны, Дера с другой стороны. То есть получается две части как будто бы удуваем. Как красиво, эти стопы подсветочные. Кто так сказал, придумает? Ну вообще классно, посмотри. Что ты что-то сказал? Сказал, придумай. Тебе деньги. А если будет плохо, то... Если будет плохо, то капец тебе, да? Можно так вот встать, просто наслаждаться и смотреть. И такой вот ветерок, ну прохлады. Но все равно красиво. Народ очень красиво. Подошли мы к тому красивому месту, где рояль стоял. Наташа пошла, конечно же, что-то смотреть там. Красивая сейчас какая-то музыка идет. Видимо, люди там сидят, наслаждаются едой. Ну что, давайте узнаем, что там Наташа. А это, наверное, есть вот арт-центр, куда она хочет попасть. Это не тот арт-центр, куда ты попасть хочешь? Это он? Это он. А когда у него время работы? Здесь, конечно, с вами. Ага, значит, мы сюда будем обязательно, прокомментируем вам выставку. Помните, мы уже были и там, где показывала, я страшилки промахирую, показывала абстракции. Ну, было не скучно, было прикольно. Карта какая-то. Просят воспользоваться главным входом. Понятное дело. Смотрите, какие здесь красивые столики, да? Как умно сделано. Столик, и вот тебе заливчик. Выставляете, как классно это вот немножечко в летнее время или днем, потому что сейчас реально холодрышко. О, мост какой красивый. Ну, все в Дубае красиво. Все, к чему не претронулся Дубай, становится красивым. Ой, посмотри, вот это вот. Мы тут наверх поднимемся, посмотрим, что ли? Да, наверх. Ну, пошли. Девушки туда чего-то подняли. Вы с нами, да? Нас же не выгонят. Или их уже выгнали. Нет, девушки поднимаются. Ну, давайте что, мы посмотрим. Мы не боимся и ждем вашего лайка. Такие красивые напелы. Вот здесь, кстати, растет алое. И другие растения. Ну, давай, Наташа, вперед. Камеры уже. Камера на меня, я на камеру. О, прикольная выставка. Наташа хочет в центр попасть, я уже говорила. Пусть отсюда вам канал, покажем и все. Эх, а мне Мурку, сыграйте, пожалуйста. Ага. Ну, давайте посмотрим, что за шоу такое. Мы ничего не бронировали, ничего не платили. Интересно просто, что там. Это что-то будет такое. А, это какой-то концерт здесь будет, да? Вот люди готовятся. Люди видно. Это фонарик. Ага, смотрите, забронировали места. Какой-то концерт будет. Мужик. Никто этого мужика не знает. Может, какая-то известная личность. Мы же не знаем, не в курсах. Ну, как, конечно, из Гуа только приехал по виду. А-а-а, не знаю, сейчас. Ой, зато ковры, посмотри, сцена вся в коврах. Ой, красивая сцена какая. Вот это да. Значит, он только не из Га, наверное, из Туниса. Из Марокко приехал. Окей, нет проблем. Все нас выгоняют, пошли. Как говорят, сцена для концерта. А что это такое? Что, не знают, что это? Ну, это все. Идем. Что, нас выгнали, да? Она думает, что наркоманы в бой. Это что, это не то, что нам надо. А чего? Она просто сказала, что... Она не сказала, чтобы не снимали. Просто мы здесь не можем выйти, и все. А что там что-то такое прямо... Не, ну, в принципе, правильно. Мы же не оплачивали ничего. Нет, концертов же никакого нет. Не знаю. Страшно, что там. А, спустила, вы здесь работаете? Говорю, нет. Типа, ну, значит, вы здесь стоять не можете. Ну, я не буду обманывать женщину. Ну, ладно, как бы, чего. А что, мы там что-то бы снимали? Кстати, она за нами идет. Надеюсь, не шоу стереть. Она боится. Нет, вроде. Ой, ладно. Не первый раз нас вежливо просят не снимать и изгоняют из здания. Ничего страшного. Смотрите, а пустынно как, да? Вот смотрите, народ, вот реально это место. Скоро, через год точно, наверное, станет второй Дейрой, да? А потом первым хабо-фронтом. Ты с ума сошла? Дейра это, ну, считается, ну, как бы, оттойно. Нет? Ну, мне понравилось наше видео, когда мы гуляли и ехали на Арбе. Дейра это бедный район. А это, извини, претензии... Ну, то есть скоро станет второй Мариной. Первой. Первым. Как оно будет называться? А, Waterfront, по-моему. Джадап Waterfront. А что назвала хабо-фронт? В Канаде хабо-фронт, в Торонто. А что такое waterfront и хабо-фронт? Не знаю. Ну, как перевод? Хабо-фронт, это как набережная. По-моему, это в Канаде, в Торонто называется. Waterfront. Вода-фронт. Вода впереди. Не знаю вообще. Ой, смотри, что там на здании такое. Что? Ну, вон же. Фонарики. Как будто шоу какое-то прям. Смотрите. А, класс. Он шоу буддистский? Да, какие-то, если вы слышите, буддистские напевы, прикольно. Ну, мальчик играл действительно как-то на ганса, похож на французском, говорил. Женщина сказала, что вы не можете быть здесь, и сама ушла. Ну, ладно, что там, это не вопрос. Вы, видимо, тоже не можете быть здесь. А мне еще нравится, знаете, вот на этих столбах вот так вот написано, что вам нужно. Abra Station. Помните, мы на Abra катались? Класс. Я сейчас бы тоже проехалась. Дубай Варф. Что это такое? Не знаю. Палазо Версачи. Дворец отеля Версачи. Класс. Деван Тауэр. Это там, Наташа говорила, где живут люди. Ну, вот так красиво сделано. А туда, если мы вернемся, Маназиль Эльхор. Непонятно, что это. Возможно, мы это уже видели. А вот корабль, кстати, стоит, да? Мы послушаем индийскую. Идем приблизить. Ну, главное, чтобы нас на YouTube не заблокировал. Но я думаю, что... Это только популярно? Не знаю, но индийская музыка вообще очень популярна. Это поет вживую, нет? Смотрите, как классно просто вот прогуляться. Снова-таки никого нет. Мы постоянно вам показываем места туристические, да? Никого нет. Но это прикол какой. Зима, туристы уже поехали. Народ, а народу-то нету. Народу-то нету. Не есть ли этот сам Версачи, нет? Кто знает? Это похоже. Наверное, это есть отель Версачи, кстати. Да-да-да. Я тебя попрошу, приблизь, пожалуйста. Но очень похоже, потому что... Что там люди едят? Приблизь, пожалуйста. О, не знаю. Ну, не думаешь, так приблизит прям камера. Ну да, вы уже какая-то как свадьба. Я не знаю, что там происходит. Не зря там такие индии с рябинзи. Посмотри, в красном. Я тебе говорю, это свадьба. Ну, на вот, поздравляем вас. Вон, женщина в красном, в красном красивом большом платье. Ёлки-палки. А всем можно подойти, посмотрите? Ты хочешь подойти покушать, поздравить молодых? Нет, поздравить. Исключительно поздравить. Это ж в таком отеле свадьба. Это ж какие родители обеспеченные. А индийцы очень богатые люди. Это просто 99% из них нищие. Бедные, а так, те, которые в Дубае, тебе и богатые, да? Бедные. Нет, нищие. Ой, красота какая. Смотрите, какой свет переливается от фонариков вообще в этом. Отражается. О, кораблик едет. Красота. Вот так походить, погулять. Такое наслаждение просто. Все, там люди ходят. Нужно подойти, нас не выглядит. Пойдем посмотрим. Народ. Какая конструкция? Справа. Придется идти смотреть. Что это за лось на трех ногах? Лось, не знаю. Давай посмотрим. Наташа какого-то лося нашла. Извините, камера чуть уехала в сторону. Нам срочно надо. Все, не тратим время. Нам надо подняться на... Наташа идет на свадьбу, реально. Я никогда не видела в живую инстуручную богатую свадьбу. На сумасшем. Вы такие, мы блогеры с камерой. Простите, мы на индийскую свадьбу. Все, Наташа, спешим на свадьбу. Вот, спешили на богатую свадьбу. А из этой колонки такой дзинь-дзинь раздается. Ну, сделай дзинь. Вот, он со мной разговаривает. Прикольно. По-моему, я посчитал два раза, нет? Это он считает людей, сколько здесь? Я не знаю. Не могу понять. Я приду. А там елочка стоит в окне. Еще колонна. А, ну, у нас посчитает сейчас, что за колонны такие. А, ты идешь? Слушай, я поняла. И тут звуки такие расслабляющие. Вы нас посчитали. Нет, это как колокол, знаешь? О! Звуки приятные. Я играла колокольчик. То есть мы думаем, что это люди, которые тренируются, возможно, они пробегают, и их так дзинь расслабили, да? Ну да. О, прикольно. То есть смотри, а ну, с моего ли найдешь? Слышите, дзинькнула снова, нас посчитали. А тут просто в Дубае реально... А там другая какая-то музыка играет. Не скрыться, не спрятаться. Везде музыка играет. Классно, людей мало, очень редко вижу. Привет. Спасибо, что посчитала нас. Класс. Вот кто на пробежке, кстати. Вот, наверное, прикольно. Слышишь звуки? Вон. Да. Да, какой-то Кришна, Кришна, наверное. А видишь, один столб какой-то голубой, второй зеленый, дальше снова голубой. Мне так кажется. Да. Мне не кажется. Мне не кажется. Снова эти огоньки, которые треугольник зеленый и красный, этот, игра в кальмара просто напоминает. Не, ну это правильно, что ты, если на лодке, ты можешь с правой этой стороны, а с левой ты не можешь идти. Зэнь. Класс. Не, ну ты представляешь, тишина? Если бы все замолчало. Ну, если честно, я бы испугалась, если была бы тишина, я пробегала мимо, оно мне дзенкнуло, я бы, наверное, прыгнула бы. Или это человек? Где? Справа. Пошли, ты змею где-то, видишь, это уже интересно. Да, вот с этой стороны, как, знаешь, у хобры плащика. А, статуя? А этот даст. Ну, а что это? Это с какой надо стороны, смотрите? Нет, это что-то очень такое. Сразу так и не разберешь. Ну, как типа архитектор только знает, знаешь, что вот мысль. Я боюсь, что свадьба закончится, а потом будем... Это ухо какое-то, не знаю, по-моему, расколупанное. Да, она будет стоять еще долго, а свадьба может подойти к своему логическому завершению. Это уже нехорошо. А тут как изгиб, как же, город, бездна. Ну, непонятно, что это такое. Ветром голову надуло. Та-дан, таран, тадан, тадан. Но видишь, еще как не все готово тут. Да, меня через ступеньку нужно перевести. Давайте вперед иди. Ну, так люди писали в отзывах в наш отель, что там ничего нет, долго обходить. Короче, в лифте поедем. А подняться нельзя? Можно по ступенечке. Ну, он уже приехал. Ох, ну, давай. Что, народ, еще в лифте прокатимся? Вообще интересно будет. Своими стульчиками. Так, поехали. Свет, курточки, сонечки просто вообще. Один в один. Еще здесь голубенький. И все, Наташа, с тобой интересы не. Да? Да. Значит, мне повезет. Сейчас свадьба. Идиская свадьба. Сейчас быстро с жениха найдем богатого. Ты же говоришь, индейцы богаты. Да, знаешь что, мне богатого просто богатого. Это неинтересно. Поняла. Какого ищем? А если он шмот и урод какой-то моральный. Понимаешь? Тяжело, Наташ, с женихами. Добрый, с чувством юмора, интересный, общительный. Что еще? Чедрый. Ты про своего кота Кешу? Да. Но он не настолько богатый. Так, мы спешим на индейскую свадьбу все-таки. Ну давай уже как-то ножками спустимся, ладно уже. Да? Да. У меня колено сейчас я буду готовить. Надо пользоваться. Полагаем. Короче, народ, спускаемся и продолжаем вам снимать. Немножко в сторону от Версачи. Пока не дошли мы еще до индийской свадьбы. Смотрите, Наташа обнаружила вот такую вот потрясающую кицку. Класс. Просто сидит себе котенок, да? На таких вот штучек. Слушает классическую музыку. Слушает классическую музыку. Вот туда мы пойдем сейчас. Слушает музыку. Вот так вот устроился. Молодец. Смотрите, как здорово вообще. Такая кошка умная. Ну вот. Умные животные, умные. Вот. Все-таки меня беспокоят эти треугольники, круги, квадраты. Так, ну ладно. Чуть тебя беспокоят. Может, это просто неграмотность твоя в водном праве, нет? Или, кажется, просто из сериалов про кальмара пересмотрели. Так, в сегодняшнем видео у нас отель Версаси. Игра в кальмара. Ну, возвращаемся в эфир. Смотрите, здесь уже хоть народ гуляет. Вот там мы только что были. Перешли на мостике на лифтиках. Классно. И вернулись. Собака. Собака. Класс. Кстати, собака это нечастое явление в Эмиратах. Здесь они дорогие такие. Кот побежал. Собака, кот. Боже, ребенок испугался кота и убежал. Оставил свой скутер. Ёлки-пал. Это просто что-то. Да, кот сидел на дереве, вернув. И ребенок оставил свой скутер. Слушай, а она как она за ней побежала? Посмотри. Вроде кот за ребенком побежал или за собакой. А вот и котяра, который держит всю набережную в страхе. Что ж ты девочку так гонял, а? Привет, Рыжуль. Как тебя зовут-то? Привет. Вот такой он наш чемпион. Народ, любите котиков? Это ты хулиган? Да он хулиганил. Монстра. Боже, какой гольц. Ага. Это да. Я тоже испугалась. Понятно, короче. Скутер остался. Такое, знаешь, нарочно. Истерия, нарочно не придумай. Сейчас подойди к камеру. Девочка как знала, что... Да, девочка войкнула, бросила скутер, убежала, увидев рыжего кота. Это просто ржание. Как такое может быть? Вот местные девушки гуляют в красивых абаях. Да, что-то не похоже на место. Да? Если так не расцветится. Ну, не знаю. Короче, девушки гуляют в местных абаях. О, вот тут как раз... Это свадьба. Да, это свадьба индийская. Мы туда спешим. Сейчас хоть подснимем что-то. Как-то немножко камеру мою сократить. Обратно втянуть ее. Мне кажется, что это и есть отель Версачи. Да, это точно отель Версачи. Версаси, как мы любим скибаться. А вот яхты, видимо, отеля Версачи. Можно я гадость скажу? Тут пахнет. А я в маске, мне пофиг. Нет, я тоже в маске, но, к сожалению, мы врезаем маски. О, смотри, вот вход прям, Наташа. В отель Версаси. Вот ты какой, да? Ну, наверное, ты такой есть. Ой, чуть не уехала на велосипеде. Ох, и собаки. И всякие карточки ездят. Смотри, там человек намывает окна. Где, 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 где? Точно. Ой, да давай увеличим. Любим показывать, как люди работают. Вот, видно, да? Теперь двое. О, девочки вернули скутер. Прекрасно. Теперь двое стоят, смотрят на свадьбу. А вот свадьба, смотри, класс. Вот такое вот действо происходит. Наверное, чьи женихи стоят, ждут невесту, чьи что-то еще. Да, мне же невеста в красном, жених в белом. Ага, все, давай пройдем туда, потому что мне ничего не видно так. Кстати, яхты я вам покажу сразу уж. Проходим. Целая куча яхт стоит. Не забудьте с собой яхт. Помнишь в этом? Да. А вон и поют, смотри. Кто поет? Ага. Сера Кеспер поет, это поет. Сейчас я просто навернусь, по-моему, здесь. Ага, вот такая вот индийская свадьба. Интересно, эти индийцы тоже с белыми людьми видят сниматься? Фотографируем? Да. Ну, на счастье подойдет. Да, мы можем как подарок прийти в отель Версаси и сфотографироваться со всеми индийцами. Ну, всего лишь за вкусный ужин. Тут уборщик снимает на видео тоже свадьбу. Где? Тот, который на окнах? Да. Мужик, ты серьезно? Да. Блин, а может, он нас снимает, мужик? Давай, а помаши ему, он тебе ответит? Да, ну нет. Он уже перестал. Нет, по-моему, он видел, что мы его тоже снимаем и такой, блин, надо же работой заняться. Ой, как-то прикольно сделано, но дело в том, что фонари так светят. Ну, вот такая прекрасная индийская свадьба в таком дорогом шикарном отеле. Может, точку Тика рисует? Не знаю. Дай-ка приближу, если не размажут. Она ей рассказывает, какая ты должна быть. Кто знает хинди? Переводите. Да, тут ничего не слышно. Ты думаешь, что слышно? Просто слышно индийскую музыку, песни и то, что... Вот это невеста к жениху подошла? Нет, нет, это как свидетельница. И это не... У меня такое впечатление, что две женщины его держат за руку, чтобы он не удрал, нет? Нет, а невеста с женихом сидят уже. Вот, хлопают. А, это не жених, я поняла. Нет, они сидят. Жених в таком тюрбане, и она невеста в краске. Как красиво все одеты, народ. Помните индийские фильмы? Вот это... А это теперь наяву, это не Болливуд. Это наяву, это просто здорово. Помолчим, давай, это же натуральная. Я не могу молчать, потому что YouTube заблокирует. Ну, такое заблокирует, это человек поет вживую. А, ладно. Ну, ладно. Ну, ладно. Наташка уже на свой снимает. Ну, давайте приблизим свадьбу снова. Да, ох, прожектора так просто жарят, что снимать-то нельзя. Ну, что-то они накладывают, расписывают такое. Ну, красиво, конечно. Красивая тема, красивый отель. Богатые родители. Дай бог здоровья. Людям. Вырастить не одно поколение. Не говори. Слушай, я уже показала, как здесь красиво. Давай немножко переключимся на яхты. Что тоже интересно нашим подписчикам, я думаю. Ну, людей уже так нормально гуляют. Боже, они все в футболках и в шортах. Почему мы в этих гуляем? Я понять не могу. Что с нами не так? Почему мы и мерзшие? А вот видите, прям красная дорожка на яхту. Дримс год. Ну, вообще шикарно сделано. Нет, ну, парень в шортах и в футболке. Девушка в футболке. Мы с Наташей запутались. Ничего не понимаю в этой жизни. Ну, реально ветер дует. Я чувствую себя холодно. Народ, вы как в Дубае вообще в декабре гуляете? Пустые люди в шортах. Дримс год. Да, Дримс год. Я показала, что очень красивая красная дорожка. Вот это. Вот красиво. Смотрите, дальше пальмочки, дальше небоскребы. Наташа. Ближе. Наташа ближе. Шикарные яхты. Вот такая вот шикарная жизнь. И скоро этот отель Версачи, возможно, будет круче. И Бурж-эля Раба. Давайте я вам еще хорошо его покажу. И Бурж-эля Раба. И, наверное, может, всяких там Хилтонов и Ротан. Такие свадьбы здесь происходят. Вот. Как вам видео сегодняшнее? Ну, интересно. Вот такая прогулка у нас была. Была. Да. С ума соединить. Не важно, о чем. Не важно. Конечно, все песни о любви, но тем не менее. Да, я тебя убью, но сначала я и мои слоны тебе станцуют. О, Боже мой. Ну, ты будешь на свадьбе. Во всех интересных индийских фильмах. Нару, что у вас с индийским фильмом? Все классно? Как у вас? Знаете, вот мы в Дубае, но мы, по-моему, поели индийской еды здесь уже больше, чем вообще в Индии, когда мы путешествовали два раза по ней. Вот такое у нас сегодня было видео прикольное. Надеюсь, вам понравилось. Мы погуляем дальше. Вам оставим это видео. Вам пожелаем всего самого хорошего. Тоже путешествовать, видеть много индийских свадьб и побывать в отеле Версаси. Все, ставьте лайки. Кто поставил лайк, тот поедет в Версаси.